итак всем привет многие конечно же не верили многие не могли поверить в то что действительно биржа начнут ограничивать пользователей рф но криптовая биржа связанная с беларусью заявила что прекратила торговлю для российских клиентов из-за войны в украине то есть здесь стоит отменить что данная биржа называется currency.com и теперь российские пользователи не смогут здесь торговать на что стоит обратить внимание то что действительно они заявили о том что практически российское вторжение украину принесло народу украины насилие беспорядок мы самым решительным образом осуждаем российскую агрессию поддерживаем украину и всех кто осуждает эту ужасную войну в этих условиях мы больше не можем продолжать обслуживать наших клиентов из россии то есть если мы будем говорить о том стоит ли выводить денежные средства с биржи гражданам рф то определенный этот момент сто процентов настал если до этого мы могли с вами говорить о том что может не можно выводить может пока что все облагоразумится но теперь уже нет теперь однозначно мы будем с вами видеть очередной пакет санкций и уже европа запрещает гражданам рф и беларуси и депозиты на крипто кошельки в рамках нового пакета санкций то есть евросоюз он утвердил 5 пакет санкций против россии за ее вторжение украину среди принятых ес мер прописан расширенный запрет на депозиты на криптовые кошельки и продажу банкнот и ценных бумаг номинированных в любой валюте государств членов ес физическим и юрлицам из рф и беларуси но она этой неделе ранее цб рф признал невозможность обхода санкций с помощью биткоина и все те мифы которые говорили нам о том что биткоин это средство накопления что с помощью биткоина можно все обходить что биткоин практически это та валюта которая поможет нам сохранить стоимость то есть здесь тоже уже есть сомнения то есть все идет в сторону конечно анонимных криптовалют но на самом деле в рамках вот такого пакета санкций я не думаю что и они могут помочь дело в том что регуляторы сша и великобритании японии сингапура начали реализовывать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют в связи с этим крипто бирже вводят сильные ограничительные меры в отношении российских инвесторов вплоть до блокировки доступа к средствам ну по поводу телеграм-канала я писал тут ранее что действительно такое имеет место быть и естественно те пользователи рф они могут столкнуться с какой проблема они могут столкнуться с проблемой то что они не смогут продать уже ранее купленную криптовалюту до 24 февраля это принципе уже эпоха настает потихоньку кстати говоря по телеграм-каналу стоит отметить что появился новый вид мошенничества практически мошенники сейчас настолько возможно голодные или я не знаю что происходит с этим низким таким таким слоем населения или среднем потому что на самом деле санкции и жизнь россии сейчас затронули практически всех то есть они придумают что они сейчас придумают платформы где очерняют автора и после этого требуют денежные средства чтобы соответственно удалить негативные отзывы и обзор на того или иного автора такое сообщение было у нас сегодня и есть соответственно мы просто поржали придали этому огласки потому что мы против инфо цыган да и практически у нас нету курсов курсами мы не торгуем у нас есть комьюнити группа где насчитывается больше около там 500 человек мы торгуем и практически все торги из последнее время идут в плюс скоро будет видео отчет и практически нам не нужно продавать какие-то курсы да ну вот эти мошенники они практически приходят тому что либо они создают какие-то курсы либо они практически пишут какие-то фейковые отзывы поэтому не ведитесь на это всегда думайте рационально и смотрите видео отчеты которые у меня доступны на канале за каждый месяц 18 года сейчас мы делаем видео отчете ты и реже за квартал но тем не менее скоро эти видео отчеты тоже будут что касается значит биткоина что касается конечно же того что у нас вследствие вот таких новостей будет я считаю что ограничение конечно торгов на биржах будет считаю что эти ограничения можно так или иначе рано или поздно будет обойти считаю что не все так критически но нужно естественно сейчас задуматься над тем чтобы вывести на холодно хранения большинство своих крипто активов если у вас там их много на бирже да если мы говорим про bitcoin про его техническую картину то здесь мы наблюдаем довольно таки плохое движение то есть здесь в рамках там восходящего тренда до который у нас кстати формируется и пока что перелом его нету то есть мы видим что у нас все довольно таки плохо у нас есть две вершины на вершина нижняя то есть соответственно зачастую когда такое происходит мы идем вниз то есть это было непосредственно здесь да то есть но подобная фигура была практически да мы выходили за 50 мувинг но в итоге упали и сейчас практически история повторяется и стоит отметить что мы коснулись зону поддержки то есть четко прорисована у меня зона поддержки линия то есть это говорит о том что сейчас мы тестируем критическую отметку при которой bitcoin действительно может уйти в медвежий тренд но критического пока что ничего нет пока что у нас только тесты да естественно сейчас я считаю что многих конечно людей скорее пугают нежели создают реально какое-то движение вниз на рынке поэтому сейчас я бы не сказал что какая-то критическая ситуация но тем не менее еще раз напомню что мы вышли в фиат вышли мы еще в конце марта когда рынок был в хороших кондициях да и пока что мы принципе ждем вот эту просадку рынка когда она закончится то есть считая что сейчас если мы говорим про какой-то там набор позиции про то чтобы зайти и так далее считаю что не совсем целесообразно потому что у нас формируется 10 боковик он сформирован и пока что мы торгуемся в большей степени в боковом движении чтобы взять хорошее движение вверх я не думаю что bitcoin сейчас там пойдет в район даже 45 или 48 тысяч долларов то есть пока что стоит повременить потому что движение ну явно то есть локально будет либо боковое либо там с постепенным снижением говоря про xrp то есть то же самое та же ситуация пока что мы торгуемся в боковике ничего такого здесь у нас не происходит сверхъестественного и сейчас мы в рамках там глобального треугольника собираемся тестировать отметку там около 60 центов чтобы соответственно дальше продолжить движение в боковике и естественно дальше уже bitcoin будет задавать альткоином непосредственно движение по рынку если bitcoin будет падать то есть вся альта упадет и скорее мы по xrp даже увидим там район 48 и даже 23 центов если такое будет ты не плюс еще могут подогнать плохие новости по поводу сек по поводу этого суда которые злосчастно еще у нас происходит дам в рамках вот этого всего с двадцатого года что тянется то есть мы можем еще видеть еще и естественно снижение под эту всю шумиху под падение также биткоина поэтому пока что не залезают позиции ранее вам говорил об этом и пока что мы смотрим что будет дальше но с вами был криптовалюты всем до 7к и до новых встреч